Брат Никитка! Привет Никитка! Я напугал Никитку! Никитка! Это мой брат Никитка, 16 лет, ходит в садик. Новая влагина! Люблю пугать брата Никитку. Каждый день бахаю оздоровительный комплекс для шеи, собственно, пошел его делать. Никитка, будешь со мной комплекс делать? Нет. Не будет комплекс делать, я пошел делать. Начинаем комплекс вытяжения и уменьшения подвижности позвоночника. Новый день, поднимай. Повторяем они исправления и терапия. Моё самое любимое упражнение – это расслабление лёжа. Лежишь и расслабляешься. Самое хорошее упражнение, ничего лучше не придумаешь. Спасибо, тёть! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Кто-то великолепно стулья поставил. Тут даже два стула, видимо, мало. Три поставили. Класс. Будем кушать. Вот сегодня у меня макарончики с курочкой. Ну, в принципе, как обычно утром. Закидываемся углеводиками и живём дальше. Ребята, новая история в студию. Когда я был маленький, наверное, лет 8-9, вот тут у нас стоял городок такой детский. Вон там, на пустыре, короче. И там все дети играли. Очень большой городок был. Там был один очень крутой чувак для меня тогда. Он лет на 5, наверное, постарше меня был. И он такой всё время сальтухи там делал. На городок этот залазил и как-то бам! С двух метров там сальтухи делал. Я такой, ооо, это супергерой! И я ходил смотреть, как он сальтухи делает. Ну, и играл там тоже. Но постепенно начали этот городок портить. Сожгли крыши там. Ну, то есть не полностью сожгли, а вот такие, ну, вырезы такие были прям на крыше. Такие выжженные такие поля, можно сказать, на крыше. Вот там разламываются вот стали. А мы любили, когда мелкие были, мы залазили на эти крыши. Вот. И когда их сожгли, мы тоже начали залазить на эти крыши, значит. И я такой, как умный человек, залез на крышу. А она уже вот так ходила. Ну, то есть продавливалась. Короче, там уже всё неустойчиво было. Залез такой на крышу. И, блин, просто... А там крыша вот метров, наверное, 5-6. Городок огромный был. Там лестницы такие были. Ну, целый город такой. И метров, наверное, 6, скорее всего. Высота была этой крыши. И я с этой крыши что-то как подскользнулся, как навернулся. А представьте, 8 лет. Там ещё маленький ребёнок такой. И упал. То есть не на ноги никак, а просто плашмя вот так на спину, либо на живот, я уже не помню. И это было очень-очень больно. Я заорал, как скотина, короче, как свинья. И вот мама отсюда услышала. И, короче, вот отсюда, блин, такая... А, нифига, он упал, как мешок с какахами. И побежал, короче, на улицу там меня спасать. А на самом деле дальше я не помню, что было. Ну, скорее всего, я там отбил все органы. Потому что, представьте, с 6 метров упасть просто вот так плашмя. Я как мешок реально с цементом каким-то навернулся. Это было жёстко. И это было реально больно, отвечая. В 8 лет-то, представьте, мелкий ребёнок такой с 6 метров упал. Это вообще дичь. Ну, вот я везде-везде падал, поэтому я такой весёлый. Я не под спидами, не подумайте. А то многие пишут, я под спидами. Да, Никитос? Да. Ну что, вечер уже, ребят. Идём на тренировку. И сегодня я попробую сделать максимальное количество отжиманий на брусьях. Ну, 55 вряд ли получится. Это я слишком загнул, конечно. Но 50 сделать надо. Может, 51 сделаю, это уже будет рекорд. Потому что давно я не тренировался, всего лишь месяц. Давайте посмотрим. К вечеру на улице дубак лютый, конечно. Это просто капец. Днём было где-то минус 4. Сейчас полюбас где-то минус 15. Может, минус 20. Это жесть. 54. Почти минус 0. В следующий раз сделаю. 55. Одного отжимания не хватило. 54. Вика говорит, всё это из-за отсутствия плеч. Да? Лоль. Лоль. Плеч нет, значит, лоль. Давай контент на максималку поставим максимальное. На один разок попробуешь. У неё такое лицо всегда интересное, когда она так делает. Смешно. Женёк пришёл, сейчас задвинет вам интересную тему, эксперимент проводит. Сейчас расскажет вам. Ну, завтра, наверное. Короче, задвигай, на, держи. Здорово, здорово, пацаны. Как сами? Короче, ребят, всем здорово. Такая тема. Начал экспериментировать в Инстаграме со своим телом делать эксперименты. Что ты, блядь, со светом балуешься, мальчик? Короче, тема такая. Я уже на протяжении двух недель набираю жир, жир. Вот, вот здесь. Вы представляете? А раньше там был пресс. Потом Арчу, короче, в блоге замутит фоточку. Там, где я, фу, соревновательная форма. Сейчас набираю. А 13 марта, с 13 марта начну скидывать без тренировок. Сука, это экстремально. Но я буду это делать. Так что подписывайтесь на Инстаграм, следите. Вот здесь Морис, какой-то дядька и какая-то тётка. Так что всё нормально. И это Женёк. Там, в Инстаграм, будет ссылка в описании. Короче, смекайте и получаете кайф от того, какой Женёк жирный. Скоро сотку будет жать, просто на изи. Лучше, чем Женёк. Блин, это какой-то пипец был. Попозже расскажу, сейчас выйду. Короче, нормально так я и не потренировался, потому что в зале была девушка, которая тоже занималась. И с интервалом, наверное, в 2 минуты, может, там в 2,5 издавала демонические звуки какие-то. При этом корёжась и там делая такое страшное лицо, знаете, но как будто в человеке демон сидит, вот, и он пытается выбраться. И вот такое, блин, это на протяжении, там, не знаю, всей тренировки, ну, сколько я там был, это просто дичь. В таких условиях это просто на тебя морально дико давит. И как бы заниматься вообще отбивается желание полностью. И как бы сторонишься, обходишь стороной её, потому что... Ну, это зрелище не из приятных, я вам скажу, 100%. И вижу я такое впервые. Такого я ещё не видел никогда, потому что это реально как будто там в человеке демон сидит. Я этого снимать не стал, потому что, ну, это как бы неприлично, что ли. Не знаю, стрёмно. И изображать я тоже не буду, поэтому, блин, ну, вы должны просто это представить и понять, о чём я говорю. И чуть я не навернулся, тут скользко. Короче, я надеюсь, что это снится мне не будет, потому что это просто полнейшая дичь, отвечаю. А так чё, друзья, иду домой уже, ничего интересного не будет, поэтому спасибо большое, что посмотрели это видео. Поставьте лайк этому видео, и если вам нравятся мои истории, напишите об этом в комментариях, и тогда вы слышите новую историю в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok